Полнейшая антисанитария, груды бытового мусора. Часть разлетается по ветру до самой Уды, кое-что растаскивают собаки. По словам местных жителей, по вечерам здесь ползают крысы и прочая другая живность, неравнодушная к падали. Трудно в это поверить, но неделями ранее тут убирались. Мы в прошлый раз были, и вот, что вывезли сами видите, и все, и я какая-то компания приехала. Справедливости ради стоит отметить, что размер свалки сократился в два раза. Казалось бы, простая арифметика, но почему-то проблемы жильцов не уходят вместе с частью вывезенных отходов. На этом месте могла бы красоваться футбольная площадка. Да даже обыкновенный пустырь смотрелся бы в разы благороднее. Но как это обычно бывает, корысть управляющей компании берет вверх над совестью. Сначала говорили 55, потом 65 собирать. Ну а мы где такие деньги? Пенсионеры здесь все. Почти живут. Молодежи тоже мало. Мало того, вызывал подозрения и вопрос о компетентности управляшки. Говорили, мол, для того, чтобы выстроить мусорные баки, им нужна особая лицензия из Москвы. Убирать мусор со двора готовы лишь в небольших пакетах. Жители и сами не прочь водрузить самодельный контейнер для горе-компании. Но те не идут даже на такие условия. Лишь бы платили с каждого двора, а там, глядишь, что-то да изменится. Вот они потом съездили, что-то приехали, трактор, камаз пригнали, что-то там, фотон. Вот они начали убирать. Половину убрали, половину бросили и все, мы уехали с концами. Больше так нет. Еще тут, говорят, один 50 тысяч, другой 65 тысяч. Еще вы посчитали уже дворы, сколько, по 3-500 там собрать с каждого. Я говорю, вообще, говорю, не договор, ничего. То посидел, поговорил и развернулся, уехал. Несмотря на то, что район улицы 5 648-й километр расположен чуть ли не в центре города, на расстоянии одной автобусной остановки от проспектов Томбилистов и Богатырского моста живут здесь словно отрезанные от цивилизации. А сама свалка словно символ того, что никому нет дела на проблемы жителей поселка. Навещают этот район местные чиновники в лучшем случае раз в несколько лет. Да и то ближе к выборам. О том, что в поселке до сих пор нет нормальных дорог, думаю, даже и не стоит говорить. Будамунхоев, Юрий Шабаганов, Первая альтернативная.